Всем привет! С вами модный блогер Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким! Берегите себе! Такой философский ролик, я периодически по фану такие выкладываю, и тема его будет взросление, может быть, такой, где-то тайм-менеджмент, где-то появление или исчезание мотивации на те или иные действия, в том числе и возрастное. Хочется почитать ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Давайте начнем, без долгих прелюдий. У меня периодически 43 года, спрашивают, был ли у тебя кризис среднего возраста? Я говорю, нет, у меня никакого кризиса среднего возраста нету, и в том понимании, в каком его представляют такое упаднические настроения, мысли о том, что я чего-то не достиг, что-то не успел, надо что-то сделать, уже поздно, никогда такого нет, не было, скорее всего, не будет. Я полагаю, что чаще всего это с возрастом, благодаря, в кавычках, падению уровня тестостерона, превращение жизни в какую-то рутину, часто и семейную, и просто вот как бы рутина. Вот представьте, вы долго работаете и никуда не выезжаете, ничего кроме одного и того же не видите. Вам уже начинает казаться, что что-то хуйня, здесь то же самое, только в формате всей жизни, мне кажется, поэтому, ну, какое-то занятие спортом, правильное питание, легкое изменение образа жизни, где-то там, не знаю, медикаментозное, ну, медикаментозное влияние, да, на гормональную эндокринную систему, коррекция помогает сто процентов, вот, но точно могу сказать, что мысли, ну, какое-то отношение к тому, к тому, ну, или иному, я что-то не разговариваю, все время, опять, как обычно, блядь, 4 утра ночи, я блядь, я только что один ролик записал по тюремной тематике, и тут, тут же переключаюсь на эту философскую историю, блядь, типа из болотных сразу философы, ёпта, вот, оно меняется, вот, мышление, отношение к жизни, к тем или иным вещам меняется. Я, знаете, на, ну, это жить не мешает, это меня не беспокоит, но, сейчас скажу, на чем я акцентирую, ну, на чем я, на что я обращаю внимание в последнее время. Мне 43, и я уже какое-то время, ну, там, несколько лет, возможно, я перестал испытывать какую-то потребность, мотивацию, тягу к, ну, к познанию чего-то нового, в частности, там, к путешествиям. Я вот 5 лет назад, ровно 5 лет назад, вот я там вернулся с Балия, улетел на, я там по Балию еще болтался, улетел там, по-моему, в Сочи, с Сочи вернулся, мы полетели в Италию. Там в Италии тоже в Вероне жили, там, в Венецию, ну, болтались по Италии. Потом, короче, с Италии я вернулся, у меня еще Шенген оставался, я улетел во Францию. В Париж, потом поехали в Вердем, 300 км от Парижа, вернулись в Париж. Потом я снова улетел на Балия. После Балии прилетел, я начал, ну, там, ну, хотел готовить визу делать, собирался в Лондон. Вот, и начался ковид, короче, ну, короче, блядь, все пиздец, все сидели дома. На следующий год я несколько раз, тоже было сложнее вылетать, я вылетал в Сочи раз 5-6-7 за год. В общем, короче, был на движухе, на суете. И осталось несколько стран, да, в которые я хотел бы, я вот в Иран бы с удовольствием слетал в Тегеран. В Азербайджан я очень хочу, там, ну, в Японию, ну, это совсем другие суммы, но... Я понимаю, что где-то я могу, ну, позволить, попробовать это сделать. 5 лет назад у меня, ну, там, с финансами было не лучше, чем сейчас, а я уже не хочу, понимаете? Я вот сейчас был на Бали, я думал, там, блядь, надо как бы, ну, такой немножко взбодрился. Я летаю на Бали каждый год, это даже, я там туда уже прилетаю, знаете, и там в одном месте нахожусь. Там я все видел, я туда, блядь, 11 лет летаю, и, ну, у меня нету потребности там, ну, что-то открывать для себя новое, все открыто. Я просто тупо, ну, это, знаете, интегрировано в мою жизнь, это часть моей жизни, это отдых. Я туда летаю ни за новыми впечатлениями, ни путешествую, отдыхаю. Вот как, знаете, там на дачу ездят, или кто-то... Я раньше таких людей, кстати, ну, как-то оценивал. Вы знаете, вот 20 лет в один и тот же отель в Турции летаешь. Чего ты летаешь? Блядь, летай куда-нибудь, смотри мир. А сейчас я понимаю, я в такого же превратился, только я не в Турцию там летаю, в отель, блядь, а на Бали. Понимаете? В одно и то же место, и, как бы... И, блядь, я вроде, ну, с одной стороны... И знаете, тут в чем загвоздка-то? Не в том, что я сижу дома, давлюсь, мне скучно, но в то же время почему-то не хочется, лень или жалко денег на то, чтобы куда-то улетать. А дело в том, что мне и дома охуительно. Мне пизда-то дома. Я люблю находиться дома. Я не люблю какую-то суету. И чтобы улететь, это нужно, да, все отключить. Там, блядь, собрать чемодан, полететь. Потом, ну, там... Я знаю точно, что, знаете, как аппетит приходит во время еды, что когда я улетаю, я помню, пару лет назад, я такой вернулся с Бали... А, нет, пизжу. Или это год... Года полтора назад, короче, я на улице что-то гулял в августе. Думаю, блядь, что-то я в Сочи захотел. Пришел домой, взял билет в Сочи. Через пару дней думаю, бля, нахуй я этот билет взял. Блядь, нахуй это в Сочи, мне тут пизда-то. И уже сентябрь, в октябре, там, по числа второго я лечу. Я думаю, бля, может сдать билеты нахуй. Я уж там и хату забронил. Думаю, пизду, ну, прогорят эти бабки, в рот его ебать. Ну, все-таки думаю, ну, ладно, это вообще глупость. Я прилетел, только я приземлился. Да, я люблю Сочи, центральный Сочи. У всех там, ну, знаю, там, много людей, там, блядь, все знаю, как, чего, у меня там все обустроено. Я такой прилетаю, такой, ну, закинул там, это самое, как его, закинул шмотки, блядь, в хату, в центре, на улице Рос, прям, выхожу, там, вот это, так красиво. Я думаю, мне такой кайф, я думаю, бля, я же еще долбоеб, чуть ли не слезы, знаете, бывает, прям, от этих чувств. Я же еще долбоеб и не хотел ехать. Блядь, я же еще, понимаете, я знаю, что я полечу, аппетит появится в ремиды, ну, как, как аппетит в ремиды появляется, я знаю, что я полечу, и мне будет по кайфу. Но сделать этот шаг, я, блядь, почему-то не хочу. Я вот думаю, блядь, ну, типа, знаете, многие, там, полететь в Турцию, там, блядь, на пару недель, all-inclusive потусить. Я вот думаю, блядь, а что, ну, ем я мало, ну, мне этот all-inclusive нахуй не нужен, я ем один-два раза в день, я и дома вкусно ем. Телки, да я, и у меня, и тут телок полно, еб ты, я их тут могу ебать налево и направо. Там с этим проще, потому что там не надо куда-то ехать, ну, знаете, списался в пьоре, блядь, она где-то живет, на нейтральную территорию ехать, ебал я в рот, блядь. А лед зюба, нахуй. А там, ну, чё, все в одном отеле, я вот как в Турцию отжигал, просто пиздец. Я просто выходил вечерами, блядь, ну, 10 лет назад, вот этот, там еще отель такой большой был, и прям смотрю, новенькие, оп, новенькие телки, я к ним, блядь, бам-бам-бам, глядишь, прям в эту же ночь какого-нибудь уже насаживаешь. Вот, ты как бы и это нахуй не надо, секса и так хватает, хватало, блядь. И, понимаешь, теряет, ну, было, я там был, море, я в море плавать не люблю, загорать мне нахуй не надо. И поэтому, понимаете, нету какого-то мотива ехать, посмотреть что-то новое, посмотреть что-то новое, это не отдохнуть. Это, знаете, я бали-бали, а потом мы полетели в Тай на месяц. С Таи полетели в Камбоджу, оттуда в Лаос, вернулись в Тай, поехали на Юг Таи, то есть я не толком не отдохнул. Впечатлений моря, масса, там, на север Таи, вот Чангмай, в Чанграй, блядь. А, ну, как бы отдыха нет. И, ну, и нет какого-то желания, блядь. И, знаете, меня это вроде напрягает. Ну, не то, что, точнее, не напрягает. Нет, неправильно сказал, не напрягает. Я на это обращаю внимание. Думаю, бля, может быть, я вот в эту Калугу все никак не соберемся. Я как был сейчас на Бали, думаю, надо каждый месяц ходить в какой-то один музей, в какой-то новый ресторан, в какой-нибудь фильм смотреть новый обязательно. Блядь, в музей, где раз сходил, лень. Ну, не хочу, еб-то. Я живу в Москве, блядь, в Третьяковку, блядь, хочу, не могу, блядь. А вы говорите, там, куда-то ехать, блядь, или лететь. Я вот понимаю, что, например, блядь, сейчас можно взять, там, слетать в Азербайджан. Я хочу, там, в Баку и в Ленкарань. Блядь, да просто скромно, блядь, я могу, там, да, сейчас себе позволить. Блядь, я не хочется. Потому что и дома пизда-то. Ну, короче, на все, что хочется, что хочется кайфануть, почитать, поиграть, посмотреть. Даже дома времени нету. Типа, нахуя ехать? Ну, я там уже кое-что повидал. В Европе там бывал и не раз, и не два. Там, в Азии бывал, в Южной Америке бывал, на Востоке бывал. Ну, то есть, как бы, я уже, ну, я помню, вот я в 2012-м, у меня судимость погасла. Я паспорт за грант получил. Я получил его в декабре. В марте я уже улетел в Египет, был первая моя заграница. Потом в июле в Турцию, потом в декабре на Бали. То есть, я тогда прям, блядь, я возвернулся с Бали. Потом мы полетели снова в Египет, потом в Италию, блядь, потом в Грецию. Ну, то есть, я, блядь, болтался. А сейчас как-то такого нету. И я, у меня вот друг есть один. И я, кстати, одному, другому, третьему другу. Моресики, они вот то же самое. Я думаю, да, с одной стороны, это, ну, такой, это стопудово возрастная история. Потому что, ну, как бы, ну, комфортно. Зачем вот добра добра искать? И вот этот вот, знаете, порывы куда-то лететь, куда-то путешествовать. Ну, его уже такого нету. Потому что, ну, я, ну, уже что-то видел, как бы, ну, уже вот это не в новинку. Вот. Блядь, и с другой стороны, этим самым я ограничиваю себя от познания чего-то нового. Ну, да, можно посмотреть, можно не лететь в Азербайджан. Но это не то же самое. Посмотри, там, да, какого-то тревел-блогера. Но это не то же самое. И поэтому вот такая у меня, знаете, ну, поделитесь, что-то подобное есть у вас. Блядь, ладно бы, я говорю еще раз, есть люди, которым дома скучно, невыносимо, ну, и ехать неохота. Так нет, здесь у меня и дни дома охуенно. Я дома люблю находиться, вообще домашний. У меня вот эти тусовки, какие-то, блядь, загород, нахуй, мне дома пизда-то. Я вот на Бали летаю, потому что просто отдохну. И то я там, блядь, в своем районе все, все все знают, просто вот отдыхаю, нахуй. Поэтому, блядь, вот такие дела. Вот как это назвать? Такой некий отголосок некого кризиса среднего возраста, ну, который не про то, что все хуево, а, наоборот, про то, что все пизда-то. Ну, нахуй, блядь, искать что-то другого, с одной стороны. А с другой, я не знаю ни разу, когда я куда-то полетел бы, куда я не хотел, вот как в Сочи, например, проводил, мне было бы не по кайфу. Вот, хотя вот в Бразилии мне не очень понравилось, но все равно я сейчас вспоминаю. И вот что делать, да? Сделать рывок и через силу прям себя выгонять, блядь, лети, а там уж видно. Или, блядь, ну, хули ебать голову. Просто я еще о чем думаю, я в будущее это не заглядываю, но я понимаю, что через 10 лет, возможно, у меня просто возможности не будет путешествовать. И сейчас я, ну, там, могу куда-то выбраться, но не хочу. А тогда, может быть, я захочу, но уже не смогу. Это первый момент. Ну, с другой стороны, кто мне сказал, что у меня не будет возможности? Может, у меня тогда как раз, как раз она и будет делать это, блядь, легче и непринужденнее, чем сейчас. Поэтому вот такая вот, знаете, дилемма, ну, даже не дилемма, такой философский вопрос. И не знаю, что с этим делать и надо ли что-то делать. Вот как вы думаете, если у вас что-то подобное? Я смотрю, например, на Гролов. Путешествуют. Ну, тут еще есть такой вопрос денег. Если денег прям много-много, то если ты понимаешь, что ты тут ни в чем себя не щемишь, ну, как бы, ну, ты можешь позволить. Но с другой стороны, говорю, у меня и 5 лет назад их не было. Ну, я там изыскивал, оно было прикольно. Вот, надо самое главное работать, что-то делать и как бы, ну. Поэтому не знаю, кто-то, я смотрю, путешествует, а кто-то, ну, типа, ну, вот уже как-то подуспокоился. Хрен его знает, не знаю я. Вот это меня, блядь, беспокоит. Ну, представьте, вот я там всю жизнь употреблял, ну, полжизни, да, там. А теперь вот такие философские мысли беспокоят меня. Полететь, там, не знаю, блядь, в Иран. Или, блядь, не лететь. Ну, его нахуй, мне и дома хорошо. Вот, интересно было бы послушать, что вы по этому поводу думаете. Но это не хорошо, не плохо, данность. Но так скажу, что точно это минус. Это точно, потому что путешествия, они развивают, тебя, ну, ты познаешь мир и так далее. Тем более мне это всегда было интересно. Я говорю, вот где-то вот последние несколько лет вот это произошло. То есть неохота выбираться. Знаете? То есть я раньше всегда осенью летел в Сочи всегда. Сейчас я даже, я тем летом думаю, блядь, да неохота и в Москве заебись. Ну, типа. Если бы, ну, может быть, если бы тут я все успевал, что хотел, то можно, да, тут всем насладился, а я и здесь не успеваю. И никогда не успею. Это вот жизнь взрослая. Все, время больше не будет, будет его только меньше. Вот такие дела. Интересно, в общем, послушать, что вы думаете по этому поводу. Благодарю ребят, которые подписаны на Бусти, которые помогают копеечки на стримах. Прям огромное спасибо. Каждому, кто смотрел этот ролик, я желаю всего самого хорошего, здоровья, счастья личной жизни, бабла. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова